Вас приветствует Алена Ариес. Что принесет вам понедельник? Вы знаете, этот понедельник необычный, не такой, как все. Этот понедельник очень активный и очень сильной энергии вы прямо почувствуете. Такое ощущение, что прям вот силы, энергетические силы, они будут вас подталкивать очень сильно. А вот, что же принесет вам понедельник? Ну, что-то вы будете анализировать, думать по поводу работы или бизнеса, по поводу партнерства. По поводу бизнеса именно о партнерстве. Кто-то вам партнерство, видимо, предложил. Будете думать, стоит ли заключать партнерские, партнерское соглашение или общаться с партнерами, скажем, там, по каким-либо пунктам договора. Вот, по работе то же самое, да, возможно, вы уже узнавали за какую-то работу, возможно, даже проходили собеседование. Вот, и здесь тогда вам, или предложения какие-то были, возможно, будете анализировать. Еще, девочки, решится понедельник какой-то вопрос по финансам. Вопрос очень важный для вас, связанный с финансами. Это может быть юридический вопрос. Вопрос, например, там, может быть, деньги были задержаны, может быть, не выплачены вовремя, или должны прийти какие-то выплаты. То есть, какой-то вопрос с финансами точно решится. Начало, вижу, начало работы, начало партнерства. То есть, видимо, первую половину дня вы будете анализировать. Дальше все-таки примите, скорее всего, решение, но будьте внимательны. Потому что, если касается партнерства, каких-то договоров, сделок, контрактов, будьте внимательны, есть скрытые моменты. Не спешите. Вот, что касается решения вопроса, особенно, если судебный или юридический, решится в понедельник. Так, еще вижу встречу или знакомство с мужчиной. Мужчина-шатен с голубыми или зелеными глазами. Обаятельный, очаровательный, добрый, щедрый, веселый. Встречу я с ним вижу. По поводу предложений. Тут будет в понедельник, скорее всего, много предложений по финансам. Будьте очень аккуратны, потому что не все они... Вот идет линия, что есть предложения, у которого там скрытые... Какие-то скрытые моменты есть. Но, знаете, в договорах у вас скрытые моменты, которые в будущем для вас, скажем, могут быть невыгодными. Ну, и решение какого-то вот вопроса, который тянется из прошлого, вот прям ярко выходит на первый план. Да, но тут еще какие-то документы надо будет предоставить. Тут что-то еще нужно будет сделать. Но в целом хочу сказать, что в понедельник вот этот вопрос будет решаться. Вот из прошлого, который тянется, юридический или судебный. Но пока не решится. Или, как я говорила, вопрос может быть с финансами. И даже с подписанием контракта, с вложением денег. Не решится в понедельник. Ну, и по поводу вложения денег, инвестиций, я же говорю, будьте очень аккуратны. Я думаю, что вряд ли тут стоит куда-то вкладывать в понедельник или инвестировать деньги. Это не будет выгодно. По поводу даже договоров сделок контрактов, я же говорю, читайте внимательно. Я думаю, что все-таки лучше отложить на какой-то другой день. Все-таки лучше проанализировать, не спешить. Хотя, скорее всего, вот смотрите, энергии сумасшедшие будут в понедельник. И, скорее всего, другие люди будут сильно вас подталкивать к принятию какого-то решения. Там, я не знаю, что-то купить, что-то приобрести, заключить договора сделки и контракты. Прямо срочно устраивайтесь на работу сегодня, а то завтра это место уже будет занято. И так далее. В общем, смотрите, если вас будут подталкивать к принятию каких-то быстрых решений, поверьте, это не понедельник. То есть в понедельник лучше по первой карте все-таки проанализировать. Здесь лучше всего применить вот эту поговорку, да, утро вечером мудренее. Даже если эти предложения будут утром, возьмите время себе до следующего дня. На вторник, я еще не знаю, что будет, потом посмотрите следующее видео. На вторник будет ли вторник благоприятным для заключения договоров, сделок контрактов. Ну, еще раз повторяю, что будьте очень внимательны. Именно какого-то решения, вот поднимается здесь какой-то судебный или юридический вопрос, он будет решаться, но окончательное решение к концу понедельника я так и не вижу. Будь то там по финансам или по каким-то другим вопросам. Вот. Ну и по поводу, я думаю, вы поняли по поводу договоров, сделок контракта, заключения каких-то пари, соглашений и так далее, лучше этого не делать. И даже, даже я не советую, честно говоря, в этот день покупать какие-то там билеты, участвовать в розыгрышах, потому что очень много таких скрытых моментов, тайны, обманы и так далее. Но при этом вас будут очень-очень подбивать прямо в этом участвовать, вложить деньги куда-то, там или срочно устраивайтесь на работу, потом будет поздно. Ну, в общем, прям сильно будут подталкивать другие люди. Поэтому будьте очень-очень внимательны. Отложите решение. То есть, если это что-то серьезное, оно от вас никуда не уйдет, до вторника никуда не денется, даже если это какое-то место. Вот. И даже если вам потом скажут, что все место занято, да, не сожалейте об этом, потому что, скорее всего, это какое-то психологическое давление, психологический ход. Я здесь вижу, именно психологическое давление кто-то будет оказывать на вас в понедельник, чего-то пытаясь от вас добиться. Поэтому возьмите себе время на подумать. Для записи на личную консультацию пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. И регистрируйтесь на курс обучения искусства предсказаний. За четыре занятия будете предсказывать уже сами. Стоимость пока еще 500 рублей. Пока я ее еще сохраняю. Ссылочка внизу. Ссылочка внизу.